Сотрудники ДПС и пожарные оборудования. Тему продолжит Евгения Цветкова. Здесь до сих пор пахнет гарью. Дом в деревне Месерёва выгорел почти дотла. Пожар произошел в ночь на 9 января. В дачном доме на момент возгорания никого не было. Пожарных вызвали соседи. Я вышел, я думал у меня печка горит, а там дым пошел кверху. Я думал, что непонятно. Ну здесь собрались все. Вон соседка. Вызвали. Они приехали быстренько, сделали все. Но спасать уже было нечего. Деревянный дом сложился как карточный домик. Осталась лишь кирпичная облицовка. Местные говорят, что в ту ночь в деревне были перебои со светом. Возможно, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. А в деревне Илгозино в тот же день загорелась двухэтажная баня. Звонок на пульт диспетчера поступил в полдень от местного рабочего. Там узбеки, узбеки работают и живут. А у нас тут свет отключали на день. Света не было. Но, видимо, может, что-нибудь водопровод там отзагревали. Возгорание произошло внутри строения. Огонь моментально охватил всю площадь. По прибытии пожарных в бане было сильное задымление. К счастью, пострадавших нет. Причинное возгорание устанавливается. Но, по предварительным данным, загорание произошло в связи с неисправностью печного отопления. По той же причине в новогоднюю ночь загорелся и банный комплекс в поселке Нарынка. Ремонт одного из корпусов обернулся пожаром. При первой наладке оборудования прогорела печная труба. Затем огонь перекинулся на потолок. Он, наверное, грелся или так неправильно соединили трубы или что-то вот это. Я точно не знаю, честно. Ну, вот за этого. По сигналу пожарные сразу же выехали на место и буквально за считанные минуты локализовали возгорание. Обошлось без серьезных последствий. Отопительный сезон для огнеборцев время особое. Только за январские праздники 9 пожаров. Основная причина неисправность печного оборудования. В планах пожарного надзора профилактические рейды. Евгения Цветкова, Дмитрий Кириллов. Новости дня.